Рынок зарубежной недвижимости довольно консервативен. Редко какая-нибудь страна-новичок ухитряется отобрать потенциального покупателя у признанных фаворитов. Да и наверху списка фаворитов все стабильно. Самые популярные это всегда Испания и Болгария, а далее Германия, Греция, Кипр, Соединенные Штаты, Чехия. Но в 2018 году резкий необычный для рынка рывок совершила Турция. В этой стране иностранцы покупают больше, чем когда-либо. Почему так? В середине 2019-го в этом разбирались компания Рест Проперти и портал Прианру. Статистика больших чисел. Даже не миллионы, десятки миллионов туристов, знающих русский язык, отдыхали вот здесь. Думаю, если даже вы лично нет, то ваши друзья и знакомые наверняка. Старинная крепость на живописном холме. У подножия этого холма красная кирпичная башня. Рядом порт с кораблями по мотивам пиратов Карибского моря. Пейзаж, который не спутаешь ни с чем. Конечно, к отдыху в Турции можно относиться по-разному, но я убежден, что миллионы из вас, увидев эту картину, радостно воскликнут. Я люблю тебя, Алания. Слово люблю, оно больше из туристического лексикона. Приехал на две недели и во всех смыслах словил волну. Но в нашем деле количество переходит в качество. Съездил раз, съездил другой, понравилось, купил свое. Так это работает. Наверное, и потому аргументы новых собственников порой такие туристические. Довольно-таки красиво. Курорт, местность очень замечательная, рыбокисная. Потому что с одной стороны вас окружают горы, с другой стороны море. И это очень прекрасно. И свежий воздух. К деткам относятся очень хорошо. В школе отношения прекрасные. Даже я очень переживала, что будет тяжело, будет адаптация. У нас ребенок немножко такой с характером. Мои страхи не оправдались. И школа его довольно-таки аккуратнее. Да нет, вообще отношения не только в этой школе, в отношении вообще в курсе к детям, к царикам. Да, но тут там ответный вопрос про школу. Прям нравится нам. Продукты здесь обалденные. Вот я когда приезжаю домой к себе в Россию, мне нужно время привыкнуть, чтобы есть те продукты, которые у нас дома делают. Потому что здесь все очень натуральное. Молоко. У меня вот внук вообще обалденно. Он это молоко может прям кружками пить. Вот. Сыр. Все овощи очень вкусные, свежие, сладкие. Облизываюсь вместе с вами. Вот ведь вроде ничего нового не сказано. Да и не надо. Пусть говорит статистика. За первую половину 2019 года иностранцы купили в Турции почти 20 тысяч объектов. На 69% больше, чем годом ранее. 1264 объекта приобрели россияне. Еще до лета 2019 года Турция стала второй по популярности у покупателей жилья из России и Украины. У казахстанцев и азербайджанцев она и вовсе первая. Вот такое чувство, что идешь как у себя дома уже. Когда первые приезжали, разве, конечно, как-то боялась. Как тут что-то. Сейчас понимаешь, что, ну, например, Махмутлар называют Михайловский. Или Михайловка, что-то типа такого. То есть, мне кажется, здесь уже русских больше, чем с местного населения. Цифры продаж очень сочные. Но вот ведь парадокс. За последние 2-3 года в Турции бывало всякое. Сначала история со сбитым самолетом. Санкции, запрет на турпоездки россиян. В общем, политика. Побережье очень сильно зависит от иностранных инвесторов. Это и тех, которые просто приезжают отдыхать, и те, кто покупают с целью получения дохода. Средиземноморье же было очень зависело. Зависело от рейсов, от политики, от отдыхающих, от наличия их. Соответственно, мы переживали более критично. Российский турист вернулся, но тут рухнула лира. В начале января 2018 года за 1 доллар давали менее 4 лир. В начале августа – почти 7. Вроде не весело, но сначала улыбнулись иностранцы, хранящие деньги в долларах и евро. А за ними повеселели риэлторы, которые обычно неохотно признают, что у них-то все хорошо. Очень много было скидок самими строительными, нами в том числе пересмотрены прайс-листы. Потому что все-таки мы все работаем в лирах. Вся бухгалтерия, все строительство, цены многие в лирах указаны. Поэтому в соотношении с долларом, с евро пересмотрены были цены и понижены. Закончилось это буквально в начале этого года, в конце прошлого года. Ближе осень, декабрь. Увы, повысился спрос. В первую очередь, как только открылись рейсы, повысился спрос. В сравнении с прошлым годом действительно увеличилось сделок, я могу сказать, в два раза. Сейчас тенденция на повышение цены в связи с тем, что меньше осталось земельных участков, которые можно застроить. Дороже они предлагаются. Соответственно, себестоимость нового строительства повысилась. Ну и там, где повышается рынок первичного жилья, соответственно, подтягиваются собственники, опять же, соответственно, к постоянному спросу. Можно сказать, что повышение цен началось от начала этого года, конец прошлого года. Но почему все-таки такой ажиотаж? И только ли в упавшей лире дело? Видимо, нет. Без удовольствия от жизни за пределами четырех стен не будет удовольствия и внутри. Нужно, чтобы манила жизнь, и не только курортная. Магазины новые открываются, ресторанчики новые открываются. И даже взять нашу местность, которая вот, конаклы, да, здесь намного обустроенность. Больше идет аптеки, магазинчики. Все больше и больше. Расширяется все, наверное, структура. Да, у нас как бы есть норвежские клиенты, которые говорят, у нас не в каждом городе Старбакс, а у вас уже тут два и третий открывается. Вообще, с открытием университета, с появлением молодежи. Проявление города, оно всегда позиционировало открытие университета, как возможность зимнего туризма. Соответственно, очень появилось много молодежи, которой нужно где-то отдыхать, проводить время. И в Аланию зашло очень известный франчайзинг, кафе, марочных таких, и турецких, и международных брендов. Забавные сдержки роста. Вот за моей спиной магазин, который, завсегдатые Алании наверняка это помнят, долгое время назывался «Тиффани». Но потом пришли американцы и сказали, что это слово нельзя использовать. И собственники поменяли название, правда, не очень радикально. Наш проект о недвижимости Турции. Точнее, о недвижимости Алании. Все-таки она у нас на особым счету. Но недвижимость – это не только квадратные метры, это и то, что вокруг. Поэтому будем рассказывать и про это самое вокруг. Кстати, определяющий фактор при выборе. У меня была возможность поездить по всем городам. У нас есть в Анталии, в Стамбуле офисы. Но вот то, что дает Алания, это красиво, уютно, комфортно. Это вот европейский вот этот вот стандарт, лоск. Вот этот лоск, его нет нигде. В преимуществах того или иного города, того или иного района, той или иной страны очень трудно кого-то убедить. А еще сложнее переубедить. Но, в общем, в этом и не заключается наша цель. Разумеется, и в Алании, и в Турции можно найти неприветливых официантов, дорогую, но неинтересную недвижимость, некрасивые уголки. Но, побывав здесь, проведя здесь целую неделю, мы можем сказать, что Алания развивается. И развивается в правильном направлении. Итак, со следующей серии углубляемся в нюансы. Цены, предложения, условия, качество жизни. Продолжение следует...